Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! С вами снова ваш Болгарский дневник. Мы продолжаем цикл обзоров, посвященных комплексах, расположенных на Черноморском побережье Болгарии. Сегодняшний честный видеообзор я бы хотела посвятить комплексу Down Park Deluxe. Ранее я обещала вам, что объединю все три комплекса этого застройщика в один видеоролик. Однако информации набралось много, и мне кажется, что вы просто чисто физически не выдержите сидеть один час, да и мне тяжело монтировать такой длинный ролик. Поэтому я решила все-таки разъединить эти комплексы и освещать их для вас по отдельности. Если позволите, я не буду подробно останавливаться на районе, в котором расположен этот комплекс. Это район Чайка, расположенный на Солнечном берегу. Об этом районе более подробно я рассказывала при освещении комплекса Каскадос. Вы можете зайти в этот видеоролик и посмотреть и послушать, что мы рассказываем о районе Чайка. Скажу вкратце, что это район, на мой взгляд, самый лучший, самый удачный на Солнечном берегу. Он предполагает круглогодичное проживание, поскольку в нем расположен гипермаркет с круглогодичным обслуживанием. Это ММ-гипермаркет, а также есть клиники, офисы банков, школа, детский сад, которые работают круглый год. А также там есть небольшой квартал, в котором постоянно проживают болгарские граждане. В связи с чем это место Солнечного берега нельзя назвать пустынным в течение круглого года. Там постоянно есть жизнь, в отличие от других кварталов Солнечного берега. Итак, перейдем к описанию Даун Парк Делюкс, что написано на сайте застройщика. Хотела сказать, что застройщик этого комплекса Prime Developments достаточно известный застройщик. На его счету 5 комплексов. Каждый из них мы в дальнейшем будем освещать. Даун Парк Делюкс – один из достаточно приятных комплексов. Итак, что пишет сам застройщик на своем сайте. Даун Парк Делюкс – элегантный комплекс закрытого типа, расположенный всего в 70 метрах от комплекса Даун Парк. Немного вправо по диагонали от центрального входа Даун Парк в сторону Святого Власа. Вы сразу оцените преимущества его местоположения. В тихой части Солнечного берега и всего лишь в 10 минутах пешком от центра курорта и пляжа. Комплекс закрытого типа окружен собственной парковой территорией с внутренним двором, в котором находится открытый бассейн с зоной отдыха, оборудованный шезлонгами и зонтиками. Такое расположение дает возможность проводить время в бессмятежном релаксе даже в самый активный туристический сезон. Комплекс прекрасно подойдет для семейного отдыха, представляет развлечения для взрослых и детей, имеет закрытую охраняемую территорию и свою неповторимую уютную атмосферу. Теперь давайте распираться по факту, что происходит на самом деле в этом комплексе. По нашей старой доброй традиции мы переходим с вами на сайт booking.com. Ссылочку на отзывы с этого сайта я оставляю под этим видеороликом. А также я оставлю свой прямой имейл, куда собственники тех или иных комплексов могут направлять свои претензии или исправлять меня там, где я допустила неточность. Хочу заранее перед вами извиниться, если такие неточности проскакивают. Я делаю это совершенно точно не специально, поэтому в дальнейшем я буду писать повторные ролики по тому или иному комплексу с исправлениями или корректировками, которые вы направите мне. Если вы не хотите это писать напрямую в комментариях, оставляя свои какие-то данные, пишите мне на электронную почту, расположенную под этим видеороликом. Ваши данные будут сохранны. Я никому не буду открывать, от кого пришло то или иное сообщение. Однако буду обязательно учитывать, если это сообщение будет написано в корректной форме и без оскорблений. Итак, продолжаем смотреть отзывы на Down Park Deluxe. Время отзыва 11 августа 2021 года. Плюсы. Красивый внешний вид отеля, бассейн на территории, удобство в номере. Минусы. Мало контакта с персоналом, никого не было зачастую на ресепшене, не убирался номер. Еще один отзыв. От 8 июля 2019 года. Плюсы. Жили по соседству с друзьями из Каскадос. Небольшой уютный комплекс, тихо, спокойно, все вопросы персонал решал оперативно. Минусы. Тем, кто рассчитывает больше времени проводить на территории, не советую. Территория крошечная, бассейн совсем маленький. Еще один отзыв. 14 июля 2019 года. Плюс. Бассейн. Минус. Парковки на месте размещения нет. Это неправда, что не пишут, что есть парковка. Там только можно парковаться хозяину отеля перед отелем. А вы, как клиент, паркуетесь где угодно и не важно, где вам подцарапают машину. Номер нам дали не тот, что мы смотрели на фотографии, когда бронировали. Администратор сказал, ну это делюкс. А у нас остался только такой, так что могу дать только этот. Когда мы зашли в ванную, были использованы шампуни и мыло, на что администратор ответила, что такого быть не может. Фото прилагаются. На заднем фоне видно, что новые пакетики стоят закрытыми. Посуда вся отвратительно грязная, диван грязный, вай-фай не работает. Никому не рекомендую это место. Еще один отзыв. От 10 июля 2019 года. Очень грязно, пыль не убирали месяцами. В фотогалерее приложено фото, на котором мой парень провел пальцем по верхней части кровати, палец весь в толстом слое пыли. Все выданные полотенца либо порваны, либо грязные. Пришлось их менять у персонала. Половина светильников не работает. В душу протекала лейка, вода очень медленно уходит. И из-за этого принимать душ сложно. Ванная комната просто затопится. В спальне были грязные стены, грязные наволочки. Простыня не подходила по размеру кровати. Ссылочки на эти отзывы я оставлю под этим видео. Еще раз говорю, что здесь ни слова нет от меня. Я всего лишь читаю отзывы. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь на меня. У меня нет никакой отсебятины. Я просто читаю отзывы и комментарии собственников. Для чего я озвучила именно эти комментарии? Там дальше идут еще масса всяких неприятных моментов, которые описывают отдыхающие. Не буду повторять все, что там описывается. Там все одно и то же. Из чего мы сделаем с вами глобальный вывод? Еще раз хочу повторить, что это не мои личные выводы. Это на основе написанного, что территория в данном комплексе крайне маленькая. Просто крайне маленькая. Бассейн небольшой. Более того, что я исследовала фотографии, которые сейчас вы видите на своих экранах. И на нескольких фотографиях я обратила внимание, что в разное время суток тень от домов закрывает солнце. Поэтому загорать в этом комплексе на территории этого комплекса можно только в определенные часы. Все далее будет в тени. Соответственно, я предполагаю, что могут быть проблемы с комфортом температуры воды в бассейне на территории этого комплекса. Что дальше? Жесткие проблемы с парковочными местами. Если вы обратите внимание и вернетесь к началу ролика, я специально делаю видеообзор с Google Maps, с Google Card. Где вы можете посмотреть, что расположено вокруг того или иного комплекса. Я визуально прогуливаюсь вместе с вами по улочкам и обращаю ваше внимание, что тот район густо застроен. Крайне густо застроен. Основной сосед этого комплекса, с одной стороны, это Каскадес, у которого своя огромнейшая территория. Поэтому густота застройки на Каскадес не очень влияет. Ну, какая разница по большому счету, по какой улице вы пойдете к морю. Тем более, если эта улица застроена красивыми комплексами. И тем более, если у Каскадеса есть своя огромнейшая территория. Другое дело, что если у вас и улицы плотно застроены, и своя территория крайне маленькая, спрашивается, где та инфраструктура, которую обещает застройщик на своем сайте, что он пишет, что будет крайне комфортно проводить время с семьям, с детьми. Ну и где находиться этим детям. Также застройщик пишет о том, что дорога до моря всего 500 метров. Здесь тоже я смею поспорить, поскольку дорога, если прямая, то 500 метров. Если взять реальную ситуацию, там нужно идти немножечко зигзагами, немножечко наискосок. Поэтому дорога занимает 800 метров. Я имею в виду дорогу до моря 800 метров. Также по поводу инфраструктуры. Дело в том, что вокруг этого комплекса действительно есть много магазинчиков, которые работают в течение только летнего периода. Если вы планируете проводить в этом комплексе круглый год, то до ближайшего гипермаркета, который работает круглогодично, это гипермаркет ММ, ровно один километр. Что хочется сказать в целом об этом комплексе? Хочу сказать, что застройщик постарался на славу. Комплекс вышел действительно красивым, вычурным. Если можно так выразиться, то он мне напоминает так называемый бутик-отель. То есть изысканный комплекс с особой атмосферой внутри. Дизайн интерьеров действительно роскошный. Всё настолько изысканно, настолько утончённо. И, конечно, люди, которые будут приобретать квартиры в этом комплексе, скорее всего, привыкли к роскоши и будут платить ещё и за то, чтобы у них по соседству были люди, не случайные люди, у которых есть средства. Они бы хотели жить в роскоши, чтобы их окружали солидные соседи. Очень часто в комплексах такого типа селятся люди состоятельные, которые не хотели бы наблюдать на территории случайных людей, случайных несостоятельных людей, скажем так. Ну и, конечно, если бы этот комплекс был построен на территории Франции или Монако, на стиль которого застройщик указывает в своей рекламе, конечно, квартиры в таких комплексах стоили в 10, а то и в 20 раз выше. Конечно, здесь есть своя фишка, свой момент утончённый. Да, маленькая территория, но здесь, скорее всего, будут селиться люди, одинокие пары, без детей, либо влюблённые пары будут приобретать молодые, либо пожилые состоятельные люди, которые будут спокойно проводить время, без шума, без гамма. В принципе, направленность этого комплекса для меня совершенно понятна. Однако, на мой взгляд, застройщик, поставив после строительства свою управляющую компанию, слегка расслабился. Это случается часто в Болгарии, когда люди перестают держать руку на пульсе и воспринимают собственников этого комплекса исключительно как дойную корову, всё больше повышая таксу поддержки и давая взамен всё меньше качественных услуг. Насколько я знаю, стоимость таксы поддержки в этом комплексе составляет 13 евро за один квадратный метр. Если у кого-то есть другая информация, пожалуйста, исправляйте меня, потому что в продажах стоят квартиры, у кого-то указано 12, у кого-то указано 13 евро за таксу поддержки за один квадратный метр. Теперь расскажу, почему сложилась такая ситуация и что происходит в этом комплексе на самом деле. Дело в том, что собственники пытаются захватить власть в этом комплексе в свои руки. Они либо пытаются, либо уже это произошло. В связи с чем был создан этими собственниками свой отдельный сайт, ссылочку на который я оставляю под этим видео. Если я говорю что-то неправильно или что-то не совсем точно, пожалуйста, оставляйте комментарий, либо присылайте мне на электронную почту откорректированную информацию. Значит, что я вижу? Хронология событий и фактические материалы, происходящие в Down Park Deluxe. Прямо на этом сайте. 23 сентября 2019 года работник рецепции Светла напала на одну из собственниц, нанесла множественные побои, поданную заявлению в полицию. Таким образом, Светла отстаивала неприкосновенность рецепции. Конфликт начался с того, что Светла, видимо, что-то перепутав, стала приставать с частными расспросами к возвращавшимся с моря собственникам. Когда те возмутились такому вторжению в их частную жизнь, она начала кричать и пыталась их не пустить в свои же апартаменты и вела себя крайне агрессивно. Собственница попыталась обратиться за помощью к соседям и случайно оказалась на территории рецепции. Тогда Светла набросилась на нее, схватила за волосы и начала избивать. 1 сентября 2019 года. Повторю, я это читаю. Все с этого сайта, который создали собственники жилья этого комплекса, отражает то, что происходит у них на самом деле. В 8 утра. Собственники одного из апартаментов обнаружили, что у них отключено электричество. Опять вырублен рубильник в щитовой. Экстренная служба ЕВН приехала примерно через 4 часа после вызова. 30 августа 2019 года. Управляющая компания зазывает стариков на подпись доверенности в их пользу в обмен на выдачу чипов от лифта. Также угрожают отключить воду тем, кто не на их стороне. 29 августа 2019 года. На главном входе в здание и на двух боковых входах вывешено сообщение о том, что протокол собрания собственников от 22 августа 2019 года изготовлен. Работники УК Светла и охранник сорвали сообщение со всех входов. Это незаконно, потому что это решение большинства собственников. И именно они принимаются законом. Таким образом, управляющая компания открыто пренебрегает законными правами собственников. 27 августа. А чипы до сих пор выдали далеко не всем. Мама с маленьким ребенком-инвалидом находится фактически в заложниках управляющей компании, потому что не может оставить ребенка одного и не может спускаться без лифта. Ситуация напряженная, большинство соседей разъехались. Помочь толком некому. 26 августа 2019 года. Около четырех часов ограничили пользование лифтом. Установили чиповые контакты в лифтах и раздали чипы только угодным людям. Это уже за гранью, потому что в доме много стариков и есть мамы с маломобильными детьми-инвалидами. Хорошо хоть, что потом одумались и выдали чипы старикам и некоторым мамам. Но ведь в любой момент могут и передумать. 25 августа 2019 года. УК прекратила прием оплаты за воду многим собственников. Объяснение так сказала руководство, а именно Десислава, Весела и Даниэла. Конфликт возле рецепции. Пожилая дама-собственник только что приехала и, видимо, была не в курсе ограничений. Она села на диванчик передохнуть, ее попросили удалиться. Она возмутилась такой наглости обслуги. Тогда вызвали сот и ее удалили. 25 августа 2019 года. Собственникам ограничили пользование сауной и хамамом. Это прямое нарушение договора поддержки, но этому самому договору управляющая компания не несет за это никакой ответственности. 25 августа 2019 года. Утром собственник апартамента попросил рецепцию вызвать ЕВН. Это служба электрификации. Получил отказ. С третьего раза ему дали номер телефона ЕВН. Когда ЕВН приехала, то открыли счетовую. Внутри оказался открыт один шкафчик и выключен рубильник. Только этого апартамента. 23 августа 2019 года. Главный вход в здание до сих пор блокирован на вход. Вместе со светлой на рецепции постоянно дежурит охранник, который отгоняет неугодных собственников от рецепции и входа. 22 августа 2019 года. Представители управляющей компании собрались около рецепции. Для регистрации подтягиваются и собственники. На улице справа от входа на стульях усаживаются сочувствующие управляющие компании. Это три качка, очень похожие на бандитов. Их машины стоят за углом. Видимо, они должны будут склонить часть с чашу весов в нужную УК сторону. Если их проигрыш по голосам будет незначительным. Регистрация идет полным ходом. Выясняется, что документы доверенности, предъявленные для голосования со стороны УК, оформлены ненадлежащим образом. Все представители УК перестают понимать по-русски. Казус в том, что они принесли доверенности на русском языке, что противоречит закону и делает этот голос недействительным. Также обнаружены другие нарушения. Начинается собрание, избирается протоколист. И председатель управляющей компании начинает выкрикивать фразы в духе «Моя твоя не понимает», хотя протоколистом избран болгарский адвокат, который готов им перевести четкие формулировки председателя. Однако УК не дает ему сказать и слова. Выкрики перемешиваются с угрозами со стороны Джисиславы Атанасовой. Типа мы вам сейчас объясним и по-болгарски, и по-русски, кто тут хозяин. Для тех, кто хочет прочитать более подробно хронику происшествий, происходящих в комплексе Down Park Deluxe, я оставляю ссылочку под этим видео. Но в двух словах я вам объясню, что происходит. Управляющая компания, которая была назначена самим застройщиком, грубо говоря, многие застройщики строят на Солнечном берегу свои комплексы именно для того, чтобы в дальнейшем оказывать услуги по обслуживанию этого комплекса и ставить, естественно, свои управляющие компании. В ряде комплексов все происходит пристойно. Повторюсь, кстати, вернусь к Каскадусу. Проблема, которого я описала в прошлом видео, но это детский сад, ясельная группа по сравнению с тем, что творится в ряде других комплексов на Солнечном берегу. Я это отметила, дорогие соседи, поэтому прекращайте на меня сердиться. Ну, я думаю, что когда люди теряют ощущение реальности и воспринимают собственников своего комплекса как какое-то безропотное быдло, извините за терминологию, люди, конечно, состоятельные приобретают там квартиры, которые не привыкли к такому обращению. И в итоге начинаются жуткие проблемы и сложности у всех. Почему я призываю управляющих компаний Болгарии, которые говорят по-русски, если кто-то случайно смотрит это видео. Друзья мои, ну, старайтесь, старайтесь быть адекватными людьми. Вы знаете, ваша лишняя копеечка, которую вы содрали с собственников жилья, не оказав никаких услуг за это, рано или поздно может обернуться для вас потеря контроля над своим же комплексом. Я думаю, то, что происходит в Даунпарке Делюкс сейчас, в настоящий момент, меньше всего хотела бы и сама управляющая компания, и собственники, доведенные до отчаяния. Что меня тревожит в этой ситуации? Я думаю, что там собственники уже установили свою власть и поставили своего управляющего. Если нет, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, я исправлю, что ситуация на том же месте. Насколько я знаю, что собственники поставили своего управляющего. Что их ожидает дальше? И почему стоит до последнего договариваться с болгарской управляющей компанией? Дело в том, что, как правило, все земли у этого комплекса, если это застройщик грамотный, они принадлежат компанию-застройщику. И дальше могут у собственников возникнуть следующие проблемы. Это доступ к бассейну, это доступ к своим же территориям вокруг комплекса. То есть строили тоже не дураки, они подстраховываются. И таким образом, приведя свою новую управляющую компанию, собственникам часто приходится выкупать свои же территории. А это дополнительные немалые расходы, помимо таксоподдержки. Также неизвестно, как поведет себя в дальнейшем новая управляющая компания. Потому что сначала это ваши соседи. Как правило, это либо с России, либо с Украины. Но в дальнейшем люди, которые получают власть в своем комплексе, также ведут себя не всегда адекватно. Проверка властью не всегда проходит успешно у ряда людей, у большинства людей. Поэтому неизвестно, что лучше. Договариваться со старой компанией, либо ставить новую. И также вы должны понимать, что выкупая бассейны и общие территории у старого застройщика, неизвестно, кому перейдет власть над этой территорией в дальнейшем. И насколько правильно она будет оформлена. Не случится ли повторно такая ситуация? Поэтому, если позволите, мой маленький совет до последнего. Угрозами, немытьем-то катанем, нанимайте адвокатов, ругайтесь, пишите жалобы, пишите во всякие комиссии, обращайтесь непосредственно к застройщику, который владеет всеми этими землями. Призывайте всячески свою управляющую компанию вернуться в адекватное состояние. Чтобы затем не происходили вот такие вещи. Конечно, вся эта ситуация не может не повлиять на цену. Те, кто хотят продать свои квартиры, они их продают. И цена за квадратный метр в этом комплексе становится ниже, несмотря на весь тот спрос, который вырос на приобретение недвижимости на территории Солнечного берега в период пандемии и послепандемийный период. Почему это происходит? Если кому-то будет интересно причины, анализ, следственно-причинная связь, я позволю себе пофилософствовать об этом в следующем видео. Смотрите внимательно, слушайте. Возможно, вам это будет интересно. Ну, либо не слушайте. Итак, вернемся к Даунпарк. И хотела бы обсудить с вами среднюю стоимость квадратного метра. Напомню вам, как мы это делаем. Мы определяем по самой недорогой недвижимости. Дело в том, что ряд собственников могут оценивать свои квартиры и в миллион долларов, и в полтора миллиона, и даже в миллиард. Законом этого не запрещает. Однако мы стараемся с вами анализировать реальную стоимость на ту или иную квартиру. Поэтому я предлагаю вам рассматривать только те квартиры, которые расположены не на первом и не на последнем этаже, потому что там может быть самостоятельная отдельная стоимость. Как правило, она ниже. Самые продаваемые этажи – это от второго до предпоследнего. Мы находим самые выгодные цены, по которым будем определять среднюю стоимость недвижимости в комплексе Даунпарк Делюкс. Итак, студия с ремонтом и мебелью второй этаж, общая площадь 36 квадратных метров, цена 27 тысяч евро. Это с ремонтом и мебелью. Один квадратный метр, соответственно, стоит 750 евро. Апартаменты с одной спальни в Даунпарк Делюкс с ремонтом и мебелью третий этаж, общая площадь 46 квадратных метров, цена 35 тысяч евро. Один квадратный метр стоит 760 евро. Апартаменты с двумя спальними, ремонтом и мебелью третий этаж, общая площадь 70 квадратных метров, цена 57 тысяч 900 евро. Один квадратный метр составляет 827 евро. Итого, средняя цена этого комплекса от квадратного метра квартиры недвижимости в этом комплексе составляет 788,8 евро за один квадратный метр. Кстати, что по сравнению с тем же самым Каскадес, у которого в начале сентября один квадратный метр стоил в среднем от 920 евро за один квадратный метр, разница составляет в цене 131 евро с одного квадратного метра. Здесь мы можем с вами наблюдать интересную тенденцию, когда у достойного жилищного комплекса с великолепными интерьерами, с хорошей внутренней отделкой, с неплохим расположением, даже без территории. Но стилистика этого отеля позволяет ему быть без территории, небольшим, маленьким, аккуратненьким домик для Барби, такой красивый, извините, если кого обидела. Так вот, как скандалы и разборки с управляющими компаниями влияют на стоимость недвижимости в этом комплексе? Наверное, кто-то рассмотрит, что сейчас самое время там покупать, потому что когда там все устаканится и все будет хорошо, недвижимость однозначно будет расти в цене. Но до тех пор, пока там происходит то, что происходит, это безобразные сцены, безобразное отношение к собственникам предыдущей управляющей компании. Вот все это их безделье, их лень, их жадность привело в итоге к тому, что они потеряли свой бизнес, либо теряют, либо уже потеряли, но и, соответственно, страдают сильно собственники. Это и их нервы, и потрясения, неприятные моменты, полиция. Кому это нужно, когда люди приезжают просто отдыхать? Ну, поэтому, наверное, у кого есть лишние деньги для того, чтобы просто вложить и подождать? Возможно, это и неплохой вариант. Но для того, чтобы жить и отдыхать здесь и сейчас, этот комплекс под вопросом. Пишите, если я не права. Еще раз прошу прощения у владельцев недвижимости. На мой взгляд, мы делаем благое дело с вами для того, чтобы привлечь покупателей, увеличить спрос на нашу недвижимость на Солнечном берегу путем честных обзоров, а не заученных общих фраз, которые предлагают агентство недвижимости Болгарии. Сейчас обращаю ваше внимание на то, что идут скриншоты цен на выставленные в продажу апартаменты. Мы делаем эти скриншоты с сайта allo.bg, ссылочку на который я оставляю внизу под этим видеороликом. Это большой сайт объявлений по Болгарии о продаже недвижимости. У нас нет повода не доверять этим сайтам. Я специально буду делать скриншоты в конце каждого видео о том или ином комплексе, чтобы не было упреков, что я эти цены взяла с потолка. На этом все. Желаю вам хорошей недели. До виждания! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!